Здравствуйте, наши дорогие юные слушатели и зрители, ну а также и ваши родители. Мы продолжаем наш цикл сказки дома. И сегодня я хочу прочитать вам сказку, у которой интересное название. Почему зайца длинные уши? Когда появились в лесу звери, был у них самым старшим большой лось. Однажды на лесной полянке разговаривал лось с женой. Мимо бежал заяц, разговор их услышал, остановился, думает, послушаю, о чем они говорят. Подкрался поближе, спрятался за пенек, слушает. Есть у меня рога, которые я должен раздать зверям, говорит большой лось. Но зверей много, а рогов мало. Кому же дать? Слушает заяц и думает, хорошо бы мне рога получить, но чем я хуже других. Кому вот эти рога дать? Спрашивает лось жену. Только хотел заяц рот открыть, а лосиха отвечает. Эти оленю дай. Он нам родственник, нельзя ему не дать. А вот эти большие, кому спрашивает опять лось. Только хотела лосиха ответить. А заяц не вытерпел. Высунулся из пенька и закричал. Это мне, азапицу дай, большой лось. Да что ты, братец, удивился лось. Куда тебе такие большие рога? Как бы да, мне рога очень нужны, говорит заяц. С такими рогами меня все бояться будут. Ну что ж, береги, сказал лось. Идал заяц у рога. Обрадовался заяц, запрыгался, плясал. И вдруг скетра, большая шишка прямо на голову ему свалилась. Как подскочит заяц от излуга. И ну бежать. Да не тут-то было. Запутался рогами в кустах. Бежать дальше не может. Дрожит от страха. А лось лосьихой хохочет. Нет, брат, говорит лось, ты обижу трусишка. По трусу и самые длинные рога не помогут. А вот ты подсушивать любишь. Так тебе пригодятся длинные уши. Так и остался заяц без рогов. А уши у него выросли длинные при длинные. Вот такая история. До завтра, наши дорогие друзья.